КАСВА БЕЗРАБОТИЦИ 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 Чтобы убедиться в том, что эти люди действительно хотят поступить на эту работу, то там через портал можно сразу связаться с кандидатом. Сейчас это очень важно, потому что сейчас у нас более 56 тысяч сыскателей работы, и с периода начала кризиса у нас много людей, которые вынуждены менять сектор своей работы. Если зимой, например, у нас в секторе туризма не было возможности работать в своем секторе, но у них есть навыки и опыт, и они могут также и отвечать другим предложениям о работе. Поэтому есть возможность связаться с этими кандидатами и спросить, интересно ли ему работать в другой сфере. Так что вот это прекрасная возможность узнать эту информацию в дополнение к официальным процессам. Каждый месяц благодаря нашему порталу более 4 тысяч людей находят новую работу, и все использование портала и все возможности портала являются бесплатными для работодателя. Еще одна особенная возможность, которую наш портал предлагает, это пробная работа. Этой возможностью может воспользоваться работодатель, который ищет работника через кассу безработицы. В обычных ситуациях нет такой возможности сделать такую пробную работу. Обычно нужно заключать договор для этого, а через кассу безработицы можно провести пробную работу. То есть человек может убедиться в том, что рабочие места не подходят, а работодатели могут убедиться в том, что работник не подходит. Много людей двигаются сейчас между разными секторами. В одном секторе больше предложений, в другом меньше. И в этой ситуации хорошо, когда у работника есть возможность убедиться, что эта работа ему подходит. И у работодателя, со своей стороны, есть возможность через эту пробную работу убедиться в том, что работник соответствует рабочему месту. Пробная работа может длиться один день. Иногда это меньше, чем день. Работодатель сам решает. И нужно заранее договориться со своим консультантом, что такая пробная работа проходит. Важно, чтобы человек понимал, что он на пробной работе. И также со стороны работодателя у него нет ответственности, которая обычно вытекает из договоров. И еще одна новая услуга, которая с осени у нас есть. Это кратковременная работа для людей, которые зарегистрированы в кассе по безработице в качестве безработного. И люди, зарегистрированные в качестве безработного, могут работать кратковременно. Ранее такой возможности у них не было. Неважно, даже если они выходили на работу на очень непродолжительный срок, все равно они должны были закончить свою учетную запись в качестве безработного. И, возможно, если у людей были предложения о работе, которые были недолгосрочные, то им приходилось от них отказываться. Теперь, с осени прошлого года, у безработного есть возможность работать кратковременно, не более 8 дней в месяц. Немного расскажу об этой услуге. Около 5,5 тысяч безработных использовали эту возможность, начиная с сентября прошлого года. В среднем одна работа длилась 2,3 дня. И что еще важно в связи с этой услугой, эту возможность использовали те безработные, которые недавно потеряли работу и которые хотели бы все-таки использовать свои компетенции и навыки в своей сфере деятельности. И зачастую видно, что если из-за ограничений работодатель вынужден прекратить свою деятельность и сократить своих работников, но все же у него есть какие-то заказы, то они обращаются к своим бывшим работникам, и даже если у них нет возможности предложить им постоянную работу, то они предлагают краткосрочную работу своим бывшим работникам. Очень часто свежие безработные обращаются именно к своим бывшим работодателям для того, чтобы работать у них кратковременно. И если безработные работают у своего бывшего работодателя непродолжительное время, то в данном случае у него остается вернуться к своему работодателю и на постоянную работу, если представится такая возможность. Работодатель помнит своего работника, предлагает ему время от времени работу и в случае, если ситуация начинает налаживаться, то у работника и у работодателя остается связь. Есть определенные ограничения, которые необходимо учитывать. Кратковременно работа регулируется на основании трудогового договора или на основании обязательственного правового договора или договора о публичной службе. Для работника ничего в этом случае не меняется. Работодатели выполняют все необходимые действия для того, чтобы был заключен необходимый договор, вносит работника в регистр и вносит все необходимые налоги. У нас часто спрашивают, как это происходит, платит ли касса по безработице социальный налог и другие налоги. Нет, для работодателя это то же самое. Все налоги остаются теми же. Наши клиенты все больше готовы принимать работников на недолговременную работу, и работники также с большим удовольствием принимают такие предложения, потому что они не теряют свою учебную запись в качестве безработного. Нет, давайте... Еще в этом случае важно для человека, который ищет троллоту, что максимальная заработная плата, которую он может получить, составляет 233 евро и 60 центов в месяц. Если планируемый заработок больше этой суммы, тогда придется снять себя с учета в качестве безработного. Но если действительно эта работа краткосрочная, занимает меньше 8 дней в месяц, и плата составляет менее 230 евро и 60 центов, тогда безработный не должен снимать себя с учета в качестве безработного. Это значит, что при него становится удобнее принимать предложения о кратковременной работе. Это дает возможность работать непродолжительное время, зарабатывать немного и в то же время продолжать искать работу и состоять на учете в качестве безработицы. Эта программа началась в сентябре 2020 года, и в августе этого года некоторые участники этой программы закончат год непродолжительных работ, и поэтому у них больше не будет такой возможности. Нам нужно будет проанализировать, как много людей использовали такую возможность каждый месяц. Например, принимали предложение обработки через платформу GoWorkabit. И идея краткосрочной работы заключается в том, со стороны работодателей, что если работодатели говорили, что работники не готовы брать на себя обязанность по работе в краткосрочной перспективе из-за того, что они теряют свою учетную запись в качестве безработного, и это не решает их проблемы в поиске постоянного места занятости, то теперь работники могут использовать эту возможность более гибко. еще одна услуга, которую мы сейчас предлагаем, это помощь человеку в том, чтобы он оставался на работе, смог сохранить свое рабочее место. Если человек устроился на работу, но есть риск полагать, что ему будет сложно сохранить эту работу, например, потому что у него ограниченная трудоспособность или он долго оставался вне рынка труда или работал кратковременно, до этого. Наши консультанты могут помочь таким клиентам, таким соискателям работы, могут поддерживать с ним связь уже после того, как человек устроился на работу. Эта программа длится в течение шести месяцев. Консультант постоянно поддерживает контакт как с работником, так и с работодателем при желании соискателя работы. Также можно использовать других специалистов, которые могут помочь решению этой ситуации. Это способствует сохранению рабочего места. и помогает как работнику, так и работодателю. Для этого мы предлагаем различные услуги для работодателей. Я призываю всех работодателей использовать эту возможность. Если к работодателю устраивается на работу человек с ограниченной трудоспособностью или есть какая-либо другая причина, по которой он может нуждаться в помощи, возможно, нужно как-то помочь человеку улучшить навыки работы, то работодатель может дать об этом знать в КАСОПе безработице. Это все, что я хотела рассказать о наших новых услугах. Сегодня вы еще узнаете больше о том, что может предложить КАСОПе безработице как работодателям, так и соискателям работы. Спасибо, Катрин. Было очень интересно услышать об этих новых услугах, которые предлагает КАСОПе безработице. И использование искусственного интеллекта для поиска лучших работников это действительно отличная возможность. У нас есть некоторые вопросы от наших слушателей. Вопрос, есть ли смысл искать работу через КАСОПе безработице также работникам с высокой квалификацией или более простой работу? Я бы сказала, что людям с любой квалификацией есть смысл попробовать найти работу через КАСОПе безработице. Можно найти и крокосрочную работу, которая позволит получить какой-то заработок во время поиска основной работы. И сейчас особенно, когда у нас была такая ситуация в государстве и количество безработных выросло до 50-60 тысяч, то сейчас особенно много соискателей работают на рынке труда, которые до этого работали постоянно и продолжительно, у которых есть высокая квалификация, но которые потеряли работу именно из-за кризиса, который затрагивает секторов целиком. И среди них можно найти очень много хороших кандидатов с опытом работы и с высокой квалификацией. А какие советы ты могла бы дать работодателям? Что стоит сделать работодателю, когда он начинает искать своего работника через кассу по безработице? Положит ли он ли какой-нибудь доступ в базу данных? Может ли он сформировать какой-то профиль для своего будущего работника? В любом случае, если работодатель хочет найти работника на какую-то вакансию, ему, конечно, нужно подумать о том, что он ищет в этом работнике, какого работника он ищет, ищет ли он опытного работника, или опыт в данном случае не очень важен, готов ли работодатель заняться обучением своего нового работника. Обдумать свои нужды в поиске работника, это, конечно же, первое, что должно сделать работодатель. Затем можно посмотреть, какие соискатели работы сейчас представлены в базе данных кассы по безработице. Этот доступ действительно мы тоже предоставляем. У нас на сайте можно посмотреть, какие люди сейчас ищут работу, с каким образованием, в каких регионах в стране. Это все можно узнать заранее. Но зайти и посмотреть всех людей, которые зарегистрированы в кассе по безработице, такой возможности мы не предоставляем. это из-за закона защиты персональных данных? Да, конечно. Но если работодатель уже опубликовывает свою вакансию и описывает конкретные требования к работнику, тогда он и получает информацию о соискателях, которые соответствуют этим требованиям. И в дальнейшем они могут связаться с этими людьми средством электронной почты или каким-то любым другим образом. И если какие-то работники хотят оставаться анонимными, то с ними все равно можно связаться и пригласить их на собеседование, даже если в самом начале ты не видишь имени этого человека. Ну, конечно, имя и не должно быть первым критерием приемлема на работу. Да, само собой. Есть еще какие-то определенные договоренности, которых можно установить? Да, конечно. У нас есть определенные договоренности с нашими крупнейшими клиентами, которые нанимают особенно большое количество людей на работу. Да, те, которые ищут большое количество работников, но не только. Также те работодатели, которые готовы принять на работу людей, у которых есть определенные ограничения при поступлении на работу, например, те, которые оставались безработными довольно продолжительное время, или те, у которых ограниченная трудоспособность. И если работодатели согласны попробовать найти возможность вакансий для этих людей, то с такими работодателями мы обычно заключаем договор о сотрудничестве. Они предоставляют нам информацию о том, какие требования у них есть по приему на работу работников. И мы со своей стороны поддерживаем их в предложении работы, в том, что они предоставляют нам помощь и помогают найти работу людям, которым не так легко найти работу. Иногда бывает, что работник подает заявление о приеме на работу, но на самом деле у него нет мотивации работать. Как вы работаете с мотивацией соискателей? Мы слушаем и слышим такую обратную связь, которую мы получаем от работодателей. Также многие работники, многие соискатели находят работу. Никто не мечтает о том, чтобы оставаться безработным всю жизнь. Пособия заканчиваются. работники, которые которые работают с срочно. Бывает, что люди после сокращения не ищут работу очень срочно. Возможно, некоторым нужно сначала решить какие-то проблемы со здоровьем, и тогда эти люди не активны на рынке труда. Но мы приветствуем то, что люди дают нам знать о своих ограничениях и идеях о том, как попасть на работу и когда. Да, ведь тогда, если работники не признаются в этом искренне, то просто теряют свое время и время работодателей, если они на самом деле не хотят начинать работу. А поговорим еще раз о краткосрочной работе. Краткосрочные продолжения работи можно также добавить на вкассу о безработице. В этом нет никаких ограничений. Можно опубликовать вакансии и о постоянной работе, и о краткосрочной работе. У нас нет никаких ограничений по времени длительности работы. Если работодателю нужен человек на один день, на какую-нибудь конференцию, семинар или ярмарку, то такую вакансию работодатель может также опубликовать на нашем сайте. Главное, чтобы эта информация дошла до соискателей о работе. Если человек понимает, что эта работа подходит ему с точки зрения сектора и навыков, но он не ищет краткосрочной работы, то чтобы эта информация была однозначно вынесена. я так понимаю, что 8 дней может работник работать в месяц для того, чтобы оставаться на учете в качестве безработного. Есть ли какое-то ограничение по часам? Например, может ли он работать 12 часов? У нас нет таких ограничений, и мы связываем эти дни именно так, как они зарегистрированы в регистре. То есть, если написано 8 дней, задают нам такие вопросы. Если сегодня у нас работа начинается в 6 утра, а заканчивается завтра в 6 утра, то есть это сутки, то это получается один день работы или два дня работы. На самом деле, это все-таки два дня работы, потому что эта работа занимает два дня, две даты. Спасибо за ответы. У нас один руководитель по работе с персоналом, Керстин, которая внимательно просмотрела твою презентацию. Расскажи, пожалуйста, Керстин, что ты вынесла сегодняшнего доклада, больше всего мне запомнилось, что Касса по безработице готова предложить всевозможные услуги и предоставить свою поддержку работодателям. У нас в КОБИ мы очень хорошо чувствуем эту поддержку со стороны Касса по безработице. У нас есть много различного опыта при работе с искателями работы. в Эстонии этот опыт сильно разнится в зависимости от региона, хоть Эстония и маленькая, но этот опыт кардинально противоположен в различных регионах страны. если попробовать описать процесс заискать с КОБИ в Эстонии. И сотрудничество с Кассой по безработице очень хорошее. Консультанты всегда поддерживают и предоставляют любую помощь. И то, что я услышала сейчас из презентации, Катрин, и опять же услышала то, что Касса по безработице действительно хочет поддержать работодателей. И я согласна, что это действительно так. Какие услуги вы используете? Наверное, проще спросить, какими услугами мы не пользовались, потому что мы пользовались и краткосрочными услугами краткосрочной работе и пробной работой. И все, опять же, зависит от региона. В одном регионе мы больше используем одну услугу, в другом другую, потому что соискатели работы в этом регионе больше ищут такую услугу или больше нуждаются в ней. Вот последнюю услугу о поддержке, о сохранении рабочего места возможно, мы еще не использовали в значительной степени. Возможно, мы могли бы использовать ее больше. Да, это могло бы стать следующим шагом. Спасибо, Керстин. 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 Спасибо. Керстин. Керстин.